Приветствую вас, давайте разберем ваш текст. Добрый день, пишите вы. Как быть? Спрашивайте сразу. Ну, соответственно, вам вопрос, да? Как быть, чтобы что? Нет картины семьи и будущего. Ну, надо сказать, что правильно, что у вас нет картины семьи, потому что картина семьи создается не только вами, но и другим человеком, и если у вас есть картина семьи, то это довольно-таки тревожное явление, потому что под эту картину вы будете стараться подстраивать всех других людей, что не является чем-то хорошим и правильным для вас. Что касается будущего, что касается будущего, то будущее, опять же, определяете вы самым. То есть только вы решаете, какое есть будущее. То есть какое будущее у вас будет, вы, а не кто-либо другой. И несколько странно, на мой взгляд, тот факт, мне несколько странен, на мой взгляд тот факт, что вы увязываете свое будущее с семьей. На самом деле, вещи, вещи эти, совершенно несовместимы друг с другом. То есть семья это одно, а ваше будущее это совсем-совсем другое. Вот. Хочется вам этого или нет. Поэтому здесь, на мой взгляд, нужно, ну, как минимум, разграничить одно и другое. Так? Дальше. Мне сейчас двадцать четыре, у меня нет картины своей семейной жизни. Мила, а почему вас в двадцать четыре года волнует картина жизни с семейной? То есть не кажется ли вам несколько странным тот факт, что вас это, это беспокоит? Вот. Понимаете? А по какой причине вас это беспокоит? что у вас нет, значит, семейной жизни? Что именно вас беспокоит? Это вот нужно обязательно определить, найти и вас волнует даже подкорректировать. Потому что нет ничего хорошего в том, что в двадцать четыре года вас волнует, как у вас сложится семейная жизнь. Это означает, что вы интересуетесь семьей, вы интересуетесь семейной жизнью, потому что вам чего-то не хватает. То есть вы за счет семейной жизни хотите для себя что-то получить. Вот. Но, простите, простите, а как же ваш личный рост? Как же вы, ну, сами? Ведь в семью нужно что-то привнести, понимаете? А если вы в свои годы хотите, значит, семью, значит, вы их пытаетесь. Ну, опять же, я этого не утверждаю, наверняка. Вот. Но я просто говорю о том, что, может быть, вы за счет семьи пытаетесь что-то возместить то, чего у вас нет. Ну, вполне может быть такая история. Вот. И это делает вас, конечно же, зависимы, это делает вас зависимы от семьи. Вот. Поэтому здесь нужно определиться обязательно с целью. Значит, какова цель, какова моя цель, значит, семьи семьи. Для чего я хочу семью? Зачем мне она семья? Понятно, да? Что, что она должна мне дать? Далее. У меня был парень три года, но я его ни с кем не знакомила. Почему? Временами ругались. Из-за чего? Порой я злилась на него, что он меня не знакомит с родителями. И в отношениях я не видела цели. А вы считаете, что отношения всегда строятся только ради цели? А вы не допускаете мысли о том, что отношения могут строиться, ну, например, просто ради самого человека, допустим? Просто ради того, чтобы делать человека счастливым, например. Вот. Вы не считаете так? То есть, по-моему, у вас отношения, для нас точнее отношения, это действительно способ достичь какой-то цели. Но возникает вопрос, если эта цель ваша, то по какой причине, по какой причине мужчина должен, мужчина должен, грубо говоря, отдуваться за неё, за эту цель. Вот. Если она ваша цель. То есть, тут вот, на мой взгляд, налицо некий такой перенос ответственности, значит, себя на другого человека. Вот. Дальше идём. Ругались. Опять же, здесь нужно определить, из-за чего вы ругались. Какие были основания для этого, потому что ссоры, это конфликт, а у конфликтов всегда есть причины. Вот. Поэтому меня, кажется, меня, конечно, интересует образование, то есть, образование конфликтов. Из-за чего и как вы ссорились, какие вы, делали ли вы, значит, какие-то выводы из того, что вы ссорились. Были ли вами выработаны какие-то решения или нет. Если вы, решения выработаны не были, что, как происходило примирение ваше. То есть, все, все, все вот эти моменты, их нужно исследовать. Ну, основной момент, это, конечно, то, что вы, значит, ругались, и у этого были, видимо, какие-то свои основания для того, чтобы вы ссорились. Обнования нужно, я сейчас повторю, исследовать. Дальше, значит, порой я злилась на него, что он меня не знакомит с родителями. А злость, вот откуда злость? По какой причине злость? Ну да, он не знакомит вас с родителями, но не считаете ли вы это его правом? То есть, хочу, знакомлю, не хочу, не знакомлю, ведь в конце концов, взаимодействуете-то вы с ним, а не с родителями. А такое ощущение, что вам, опять же, для чего-то важно было познакомиться с родителями. Знаете, один из самых распространенных причин, по которым женщины пытаются выйти замуж, да, найти человека. Это то, что они сами человеком не станут. То есть, не сформировали у себя личность, не сформировали свои собственные какие-то жизненные там цели и так далее, и так далее, и так далее. И из-за этого, по данной причине, у них и возникают проблемы подобного рода. Я думаю, что здесь вам очень важно обратить внимание на свои собственные цели, свои собственные желания, свои собственные стремления и то, чего вы сами хотите. Ну вот. Для себя. То, что вы сами делаете. Опять же, опять же, для себя. Понимаете? Вот. И вот, уже исходя из этого, уже исходя из этого, вы будете думать, что делать дальше. Исходя из этого, вы уже будете определять, как вам поступать дальше, в дальнейшем, что вы можете там, ну, например, предпринять. Допустим. Да? Ну вот. Вот это, ам, то, что действительно важно. Это то, что действительно важно. Понимаете? Вот. А не в лице из-за того, что молодой же человек не захотел вас ознакомить со своими родителями. Вот. Вот. Это ведь его право, да? То есть здесь нужно именно вот определить, от чего зло, в чем угроза. Я не видела цели. Ну, опять же, да? То есть, если вы не видели цели сами, да? Если вы не видите цели сами, как таковой, то логично предположить, что, ага, эту цель не должен вам, там, давать молодой человек. Ваш молодой человек, ну, потому что это ваша ответственность за то, чтобы найти свою цель. Другой вопрос, ам, видите ли вы это, то, что у вас нет своей цели, видите ли вы это как, ам, ну, например, как свою проблему? Или воспринимаете вы чисто как проблему, ну, ну, типа, либо совместную проблему, либо что-то вроде общей, может быть, с ним проблемы. Ам, либо эта проблема связана непосредственно с тем, что вы не можете, ам, построить отношения. И я полагаю, что это правда, у вас действительно нет своей цели. Это да, это верно, своей цели у вас нет. Но вопрос, повторю еще раз, вопрос заключается в том, кто несет за это ответственность, ответственность за то, что у вас нет своей цели. Молодой человек, или вы все-таки? Дальше. Он сказал, что отношения хочет к 30 только, неужели он меня не расценивал серьезно? А, понимаете, здесь, опять же, можно гадать. Очень долго можно гадать на эту тему, как воспринимал вас мужчина, всерьез, не всерьез и так далее. Вопрос заключается в том, что для вас это значит. Ведь это вы чувствуете себя неуверен сейчас. Это вам не по себе. Так, вот и подумайте, что для вас значит. Допустим, мужчина не воспринимал вас всерьез. Допустим. Допустим, так. Хорошо. И что? Ну вот он вас не воспринимал всерьез. И что это значит для вас? Что отношения обязательно должны быть, там, ради серьезности? Это, конечно, здорово, но не всегда это так. Не всегда это так. И то, что вы этого хотите, то, что вам это нужно, это, опять же, не означает, что мужчина, да, должен вам это, должен вам это, Вот. Дальше. Что вы почувствуете, если узнаете, что он действительно не воспринимал вас всерьез? Вот. Что вы почувствуете? Какие у вас будут, эм, чувства, чувства. Подумайте. Это важно. Это очень важно. Дальше идем. Дальше идем. Год мы не виделись, расстались, я начала искать мужчину. Зачем? Вот, опять, зачем? Вы говорите, я начала искать мужчину. А, с какой целью? С какой целью-то искали мужчину? Чтобы... Чтобы что? Ну, ну... На сколько вы самодостаточны? Я полагаю, что вот на эту тему вам нужно подумать. Вы искали мужчину, чтобы что? Для чего? Знаете? Вот. Я думаю, что на это вам стоит обратиться. Самое пристальное внимание. Именно на данный аспект. Именно на данный момент. Для чего вы ищите мужчину? Что вы хотите получить от него для себя, опять-таки? Дальше. Дальше. И вот, наконец-то, нашелся мужчина. То есть, у меня есть сомнения относительно того, насколько вы самобытно воспринимаете мужчину. Как вы видите в них личность? Как вы понимаете, мужчин, что такое мужчина? Самодостаточный, милый и хочет жениться, но только на той, у которой было хорошее прошлое. Зачем вам жениться? Да? Хочет жениться, но только на той, у которой было хорошее прошлое. А у вас оно плохое? Хотя я с предыдущим ругался часто из зарадных целей, и он отказывался знакомиться с родственниками. А при чем здесь это? Дело в том, что, оказывается, у меня нет картыны будущего, и я не знаю, как это готовится к семье. А не надо готовиться к семье. В том-то и дело. Вы. Если вы личность на разве, то вы просто приносите эти качества в семью и все. Как общаться с родителями парней? Как вести себя в отношениях с парнем? С родителями парней нужно общаться вежливо, но держать их на дистанции. А с парнем общаться нужно исходя из того, какая вы женщина. А для этого нужно найти свой идеал женщины. То есть некий эталон женского поведения, который вам нравится. И взять из него самое лучшее для себя. Так как у него такая же цель, как и у меня. А какая цель? Жениться это не цель. Создать семью это не цель. Семья и жениться не могут быть целыми в принципе. А я не знаю как правильно вести себя. Как правильно с точки зрения кого? Кто определяет, что правильно, а что нет? А я привыкла встречаться и ругаться с предыдущим парнем. Но по сути вы привыкли защищаться. Вы привыкли к угрозе. Вы привыкли к тому, что вам кто-то или что-то угрожает. Вот к чему вы привыкли. Вот. Опять же я могу ошибаться, но так это видится мне на текущий момент. Да? Вот. Значит. Вы пишите, как правильно себя вести, как правильно чтобы что. Вы понимаете, что нет какой-то такой одной стратегии, поведень, нет. Отношения сами по себе это не инвестиции. Отношения они могут закончиться хоть завтра. Понимаете? Отношения они могут закончиться хоть сегодня. да? Вот. То есть вы пытаетесь, и вы ищите какой-то стабильности, защиты. А от чего стабильность и защита? Понимаете? От чего вы запытаетесь защититься? Вот в чем вопрос. И самое главное, какое ко всему этому отношение имеет мужчина. Если это ваша проблема, проблема защиты там и так далее. Вот. Я думаю, нужнее сходить в ветру. А то получится, что вы своей цели достигнете, да? Ну, добьете свои цели. А дальше что? Что дальше делать будет? А дальше выяснится, что между вами общего то не особо чего есть. Вот. Ну, скорее, такое может быть, что между вами ничего общего особо нет. И что интересов у вас общих не так много. Понимаете? Ну вот. И начнутся проблемы, которые уже не так просто будет решить, потому что вы уже будете семьей, по сути. Вот. Поэтому тут нужно исходить еще раз повторюсь того, что хотите вы для себя. Так. Я привыкла встречаться и ругаться, но сейчас ругалась из-за того, что он семьи не хотел, а теперь как быть? Так. А для вас семья какое значение имеет? Понимаете? Вот. Основной момент. Какой. То есть, если вы ругаетесь из-за того, что ему не нужна семья, то вам получается семья нужна. Но для чего вам семья? Вопрос. Вы через семью что хотите для себя? Получить. Вот. 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 Что важно. Понимаете? Вот. А так это несколько странно. Как быть опять? Как быть что бы что? У меня, в основном, нет никакого представления о семейной жизни. Правильно. Представления о семейной жизни, потому что вы сами как личность не развиваетесь. Как у вас дела с учёбой? Как у вас дела с работой? Как у вас дела с, значит, стремлением к своим целям? Вот. Так. Но хочу. Но я хочу. Чего хочу? Но сценарий родителей мне не подошёл от унижения и прочая фигня в отношениях. Значит, нужно искать негативные паттерны сценария и их корректировать. Как быть? Опять же, что вы что? Что со мной? Ничего с вами. Не могу осознать свои мотивы. Правильно, потому что вы ориентированы на семью. Ориентированность на семью это, по сути, дело обезличивание себя, обесценивание себя в принципе. Вот. Поэтому вы, собственно, свои мотивы не видите. Опять же, мотивы какие? К чему? Вам не вроде семья нужна? Значит, мотив есть. С этим тоже нужно распираться. Новый мужчина мне подходит, но я дико боюсь действовать. Дико боюсь. С чего боитесь? Что значит новый мужчина подходит? Подходит в чём? Знаете, люди это не одежда, они не могут друг другу подходить. Вам либо с ним интересно, хорошо и свободно, и у вас есть общие интересы, либо ничего этого нет, и вы просто друг друга используете. И, исходя из этого, я думаю, что нужно опираться, именно опираться на то, каких отношений вы хотите, эмоциональных или по расчёту. Вот. Пока ваши позиции это отношения больше по расчёту, нежели чем эмоциональные. Потому что ориентированы они на достижение определённой цели. Но для этого у человека должен быть мотив достигать этой цели с вами. То есть почему он должен виниться, например, именно на вас, а не на ком-то другом. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Буду рад поночь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok